Всем привет! Как у вас настроение? Как у вас дела? Как меня слышно? Пока ждём. Напишите. Доброго дня, да, всем присоединяющимся. Так, хорошо ли меня слышно? Надеюсь, даже видно. Доброго дня! Слышно, спасибо большое. Так, всем здравствуйте. Как у вас настроение сегодня у нас? Резкости нет. Вообще, интернет хороший. Должно быть всё хорошо. Ну, показывать сегодня особо нечего. Поэтому всё на словах. Было задание, если вы видели, чтобы вы посчитали свои показатели, да, в стихиях своей планеты. О, чудесно резко настроилось. Ну, видимо, вот что-то там подгружалось. Надеюсь, инстаграм не упадёт. И мы с вами замечательно поработаем. Удалось ли вам посчитать свои планеты, понять, каких стихий у вас больше, каких меньше? Оля огня вот у кого-то, да. Сегодня у нас тема качества Аристотеля. Частично вы уже проходили. Был урок про ини-янь, про дуальность. Мы чуть-чуть про это поговорим сегодня. Прям просто, чтобы в общем ключе. Потому что на самом деле качество Аристотеля – это... Погромче. Так, сейчас попробуем. Что будет сделать погромче. Так, чудесно, что вам удалось. Давайте, прежде чем начнём о качествах Аристотеля, мне хотелось бы зайти немножко с философской историей, потому что всё-таки все знают, я надеюсь, что все знают, что Аристотель у нас был философом, да, и когда астрологи обратились к его трудам, да, к его... Использовали его труды для того, чтобы интерпретировать качество, да, как-то это согласовать, структурировать, да, и вот они пришли к трудам Аристотеля, и на основе их был по имени Аристотель, хотя там не только он был один, они пришли вот к этой истории, поэтому я считаю, что неплохо бы начать немножко издалека, да, и особо, чтобы вас не задерживать, просто вот по чуть-чуть. Всех присоединяющихся, да, приветствую. О чём я хотела рассказать, да, о том, что мы живём с вами в полярном мире, что наш жизнь, да, наш мир, всё, что нас окружает, оно создано из полярностей, у нас есть день, и у нас есть ночь, да, у нас есть лето, у нас есть зима, и есть полдень, есть полночь, да, и продолжать можно бесконечно этот вот ассоциативный ряд, и честно говоря, о чём я хотела сказать, о том, что вот две противоположности, два полюса, ну, даже взять дальше, нашу планету, у нас есть южный полюс, есть северный полюс, и на самом деле все эти два, две противоположности, они необходимы для движения. В этом мире всё движется, всё меняется, да, и если обратиться, например, к смене дня, к смене времени года, это говорит о том, что всё движется в том или, ну, то ли что-то у нас тут бастует, день сменяется ночью, и на самом деле, без двух полюсов, которые составляют, являются составными частями единого целого, на самом деле, двигаться просто некуда получается, да, то есть мы из ночи двигаемся, из дня двигаемся в ночь, из ночи в день, и также вот это движение, оно как бы заряжено между двумя вот этими противоположностями. Это, естественно, знали древние, и когда говорили о том, что время циклично, что всё повторяется, да, о том, что, я думаю, что многие слышали о том, что как наверху, так и внизу, да, что всё это имеется место взаимодействия. И самый близкий для нас пример, да, вот этого движения, это сутки, естественно, когда Солнце встаёт на востоке, оно достигает горизонта, движется, достигает горизонта, достигает наивысшей точки в полдень, а потом опускается до западного горизонта и движется уже под землёй, достигая точки минимума в полночь. И на самом деле, после достижения нижней точки, оно снова появляется на восходе. То же самое в годовом цикле, да, в северном полушарии Солнце наиболее сильно, там, на летнее солнцестояние, наиболее слабо на зимнее солнцестояние. Вот это представление о полярном мире и выражает понятие начала мужского и женского, да, вы, я думаю, что помните, да, есть кто был из вас на эфире про полярности, если, ну, имеется в виду, что женское и мужское, это не в гендерном понимании, да, а здесь очень близко китайское ини-янь. И, в принципе, на самом деле, это то же самое, но для нашего ассоциативного ряда, для нашего уха, скажем так, да, мужское и женское, оно всё-таки немножко окрашено. и в то же самое время ини-янь, оно как бы более окрашено, то есть оно не содержит ненужных ассоциаций, вот так скажем. На самом деле, зачем нужно вот это понятие начал в связи с тем, что это основа, из которой вытекает всё остальное, вот для того, чтобы понимать, да, чтобы лучше понимать стихии, чтобы лучше понимать знаки зодиака, чтобы разобраться с крестами, надо понимать самую основу, чтобы вам не приходилось заучивать, да, какие-то значения. Важно в понятийный аппарат включить понимание основов. И вот Аристотель, он как раз и вот эти основы и закладывал. С одной стороны, конечно, вот это понимание мужского и женского, оно неплохо отражает именно традиционные роли мужчин и женщин в обществе. И такие традиционные представления о гендерных стереотипах, да, то есть если мы говорим мужское, значит, мы понимаем, что это что-то такое активное, иногда даже может быть агрессивное, это достаточно деятельное, это горячее, инициативное, это такое роль лидера ведущего. Если мы говорим, допустим, планета женская, да, или стихия женская, то, либо вообще просто женское, именно ассоциативно сравнивая с мужским, то мы понимаем, что это что-то такое пассивное, в большинстве случаев принимающее, такое холодное, ожидающее, и по большей части это такая роль ведомого, если мужской это роль ведущего, да, то женская это роль ведомого. Я бы сказала, что, в общем, главная особенность мужского начала, янь, да, то это такая направленность вовне, это выход за пределы, это интерес к некой внешней деятельности, желание что-то активно сделать, возможно, навязать свою какую-то внутреннюю волю, проявить свою самостоятельность, самость. В то же время мужское начало очень похоже на огонь. Да, огонь активно преобразует. Что вы помните про огонь? Кто смотрел по стихиям у нас? Какие качества? Давайте вместе с вами по взаимодействиям у вас. Какие-то знания уже должны быть. И заодно тогда сразу переходя и к женскому началу тоже, что вы знаете про... Да, и импульс, правильно, инициатива, чудесно. Пока пишите, давайте, чтобы не тормозить, да, историю эту. Я пока проговорю про женское начало, да, это больше про... Когда мы говорим, что вот в чём-то имеется женское начало, то мы имеем в виду в большинстве случаев именно ассоциативно, что это больше просто внутренняя. Это такая некая пассивность, способность чувствовать, способность чувствовать внешние изменения, исследовать им. Не изменять, как в мужском. Перегорание это вы к чему? То есть, да, с одной стороны, перегорание может быть в мужском, когда очень активно огонь преобразует, например, да, во что-то очень ярко, что есть риск дрова, да, которые горят, которые... Какой-то ресурс, он может от, допустим, сильного жара того же перегореть некий пепел, золу, да, перегорание мужское. Так, и, значит, если говорим про женское, то женское начало, оно похоже очень на воду, которая течёт только тогда, когда есть уклон местности. Причём скорость течения зависит от угла этого наклона. Вода охотно принимает всё в себя, на самом деле, включая огонь, но обычно растворяет в себе, то есть меняется сама и меняет то, что в воду попало, да, то есть чем она взаимодействует, она и сама изменяется, и изменяет то, с чем. Например, если соль развести в воде, да, чисто вот бытовая история, то соль, растворившись в воде, превратит воду из пресной в солёную, да, и с одной стороны соль уже растворилась, её как частичек, крупинок уже нету, вода камень точит действительно, да, но при этом и качество воды изменилось, она была пресная, растворив в себе соль, она становится солёная. И здесь нет прямого конфликта, здесь, если в воде растворилась соль, то на самом деле соль всё равно остаётся солью, вода становится солёной, но она там при растворении соль не даёт сладость, да, то есть сама структура, само, допустим, тоже в тот же вкусовое качество, да, оно у соли не меняется. То есть если мужской пытается приспособить мир под себя, то женская скорее себя приспосабливает под мир, и мир вокруг неё меняется вследствие того, что изменяются её какие-то внутренние, то есть происходят внутренние её изменения. И у мужского наоборот внутренние изменения могут следовать, быть следствием, да, каких-то внешних усилий, то есть он где-то проявился, что-то изменил, именно во внешнем, и через это внешнее он приходит изменение каких-то внутренних историй. И на самом деле вот, когда для того, чтобы, например, ну как философы исходили, да, древние, из того, что для того, чтобы что-то зародилось, необходимо тепло, потому что в холоде в каком-то ничего произрасти, например, не может, да, вечной мерзлоте, и мы знаем, у нас есть территория вечной мерзлоты, там, ну, практически очень скудная растительность, да, если что-то и произрастает, ну, достаточно, это происходит с трудом, это очень скудно, да, это малое разнообразие и так далее, то есть холод не способствует рождению чего-то, ну, либо, особенно если это какой-то серьезный холод, то, естественно, вряд ли что-то родится, да, и есть еще другая история, когда даже если есть тепло, то одного тепла мало, необходима вода, необходима влага, которая увлажнит, допустим, некое зерно, и тогда пойдет некая жизнь, да, при этом вот до этого, как я говорила, у нас все дуально, и мы понимаем, что если есть где-то тепло, в другом качестве, обязательно будет противоположная сторона, противоположный полюс, будет холод, да, и также если есть влажность, есть сухость. И на самом деле деление вот на четыре стихии по сочетанию пар качеств, это идея Аристотеля, который считал, что все в мире состоит из четырех элементов, такие стихии первоначала, первоначальные такие вещества, скажем, причем каждый из них представляет собой одно из состояний единой первоматерии, то есть, например, огонь, он теплый и сухой, например, воздух, он теплый и влажный, холод, он, ой, вода, она холодная и влажная, и земля, она холодная и сухая. И в современной науке этим четырем элементам соответствуют четыре состояния вещества в зависимости от температуры этого вещества, то есть от скорости движения молекул. Огонь – это что-то такое плазменное, воздух – это, конечно, нечто газообразное, вода жидкая, и земля, соответственно, твердая. И Аристотель также учил, что эти четыре элемента располагаются вокруг центра Вселенной, то есть вокруг Земли у нас, видите, геоцентрическая система и в определенном порядке по менее уменьшение их тяжести, например, земля, потом идет вода, потом воздух и потом огонь, а затем идут некие небесные сферы, и, в принципе, это как бы соответствует, если мы посмотрим об оболочке Земли, то если заглянуть в науку, которая изучает нашу планету, то мы знаем о том, что литосфера – это Земля, гидросфера – это вода, какие-то океаны и моря, атмосфера – это воздух, и магнитосфера – это такой огонь, область магнитных полей, которые окружают Землю и защищают ее от какого-то космического излучения. И вот взаимодействие этих оболочек, стихий, элементов между собой создает вот эту биосферу, то есть область жизни, в которой мы, то есть вот именно потому, что есть у нас эти части на планете, именно их взаимодействие рождает возможность нам существовать здесь. Аристотель также предполагал существование пятого элемента, некой квинтэссенции, ну, квинтэссенция, да, квинт – это пять, эссенция – это стихия, и некий такой эфир, как некая тончайшая форма материи, которая пронизывает все и является движущей силой, это такой дух, который оживляет материю, созданную из сочетания четырех элементов. И в отличие от этих четырех элементов, которые постоянно меняются и переходят друг в друга, пятый элемент, он такой вечный, неизменный и такой некий источник жизни, вот так считал Аристотель. На самом деле, если все это обобщить, то у нас есть две противоположности, есть огонь, он сухой и горячий, есть вода, влажная и холодная. Каждая из этих противоположностей обладает двумя качествами – сухость, влажность и тепло-холод. Если у нас есть два качества, каждая из которых обладает двумя состояниями, то мы получаем четыре возможных сочетания этих качеств, как, в общем, учил Аристотель. И с точки зрения физики, например, если вот разобраться с теплом, холодом, сухостью, влажностью, то с точки зрения физики, тепло – это некая характеристика, такая скорость движения молекул любого вещества, да. И чем быстрее эти молекулы движутся, тем вещество становится более горячим. И наоборот, если, например, есть такой термин – абсолютный нуль, не знаю, слышали ли вы, но расчеты говорят о том, что на самом деле в абсолютном нуле частицы в материи стоят столбом, то есть они не двигаются. И на практике, на самом деле, достаточно трудно достичь вот этой истории недвижения. Ученые рассчитали, что там, если я не ошибаюсь, 273 градуса минус, да, по Цельсию должно быть. И есть и абсолютный жар, когда это там 141 нанолеон градусов, нанолеон – это 30 нулей. Итак, если обобщать, да, то мы понимаем, что тепло – это движение именно физическое, да, то есть вот если исходя из каких-то практических вещей, мы понимаем, что тепло – это движение. Чем быстрее движется объект, тем больше влияние он оказывает на то, что его окружает. Ну, представьте, да, что маленький летящий из камешек какой-то из Вселенной, если он, пролетая на огромной скорости, падает на Землю, то мы получаем достаточно существенный, там, какой-то феерический взрыв на Земле. помните, да, вот этот небольшой камень, который летел года два назад, наверное, да, позапрошлым летом, метеорит упал, и достаточно было это, ну, так, феерично, прям как фейерверк. В горячем веществе, да, быстро движутся молекулы, всё время сталкиваются друг с другом, им тесно вместе, и вот от того, что они нагреваются, да, от постоянного движения, ещё надо помнить законы физики, надеюсь, вы помните, то на самом деле, когда тело нагревается, оно расширяется, и, соответственно, им становится тесно этим молекулам, им хочется занять больше места, и вот это есть какое-то движение наружу, да, то есть если мы говорим про огонь, говорим про мужское начало, то мы понимаем, что вот эта активность, вот эта горячность, да, вот мы говорим сейчас о теплоте, то есть, соответственно, если мы говорим о, допустим, стихиях, да, которые обладают качеством быть тёплыми, это огонь у нас и воздух. Как состояние вещества они стремятся, естественно, к расширению, им нельзя придать какую-то устойчивую форму, они всё время меняются, они всё время двигаются. Обратно в противовес, им в холодном веществе частички достаточно малоподвижны, ну, прям очень сильно малоподвижны, они, естественно, если они мало двигаются, то они не мешают друг другу, да, им как-то вот вполне себе комфортно в этом состоянии, и при охлаждении большинство веществ, оно сжимается, уменьшается в объёме, то есть происходит такое некое движение вовнутрь, да, то есть если мы говорим о чём-то горячем, да, о быстроте, о скорости, о расширении, то на холоде, ну, вспомните даже себя, да, если вы вдруг попадаете там в какое-то холодное помещение, то мы начинаем как бы съёживаться, мы вот схлопываемся, стараемся как-то занять меньше места для того, чтобы как-то внутри там согреться, например, да, и соответственно, если мы говорим о воде, как о веществе, да, то оно, естественно, принимает любую форму, куда нальёте, такая форма и будет, а в невесомости видели, наверное, да, там разные ролики из космоса, космонавты снимают, очень, и я думаю, вы видели, что в невесомости он не становится просто шариками. Земля на самом деле очень трудно меняет форму, и для этого ей нужно, ну, точно, на неё как-то нужно воздействовать, да, нужно приложить достаточно усилия, для того, чтобы этот гранит какой-нибудь сдвинуть с места, или, там, не знаю, что-то с ним сделать, как-то выточить, или ещё что-то, чтобы придать форму земле, надо вложить очень много труда, она будет до последнего держать свою форму, то есть с точки зрения психологии, если мы говорим, то огонь и воздух это люди, которые склонны сами инициировать перемены, у них, вот, у пятой точки есть шило, которое не даёт им ровно и спокойно сидеть на своём месте, они могут, им, как воздух, как, как некая жизненная сила, да, их насыщающая, им необходимо вот это взаимодействие, движение, активность, в то же время вода и земля это такие лежачие камни, которые, знаете, из серии, здесь поговорка пингвин, птица гордая, не понюш не полетит, это вот как раз про воду и землю, которых нужно достаточно сильно попинать, для того, чтобы их сподвигнуть на какое-то движение, и если вы их пинать перестали, то что происходит? происходит то, что они с удовольствием ложатся обратно, в большинстве случаев там, на диванчик, например, да, и утыкаются в какой-нибудь сериальчик, то есть для того, чтобы выйти из-за предела каких-то своих внутренних историй, да, для того, чтобы встать и пойти что-то делать, должно что-то, вот, прийти нечто извне, и их, естественно, как-то сподвигнуть на то, чтобы что-то происходило, да, теперь мы давайте посмотрим на влажность и сухость, если взять, например, допустим, сухой песок, то есть если мы его возьмем на пляже, да, допустим, в солнечный день, когда жарко, когда песок весь высох, мы его поднимаем, песок просыпается сквозь пальцы, ну да, кто-то возле компьютера, точно так тоже, то есть когда мы берем песок, он у нас просыпается, то есть нам достаточно трудно его как-то, ну вот, объединить, да, каждая песчинка живет своей жизнью, но стоит нам чуть-чуть мочить водой, песок, да, и уже мы можем из сырого песка что-то, что-то делать, то есть мы можем построить, например, там замки, да, именно из сырого песка уже можно, потому что, или, например, взять ту же муку, она как в сухом состоянии разлетается пылью по округе, оседая на всем, чем только можно, но стоит только налить в муку воды, и мы получаем некое вязкое вещество, да, там вот тесто, оно такое вязкое, и отсюда, что я хочу сказать, да, то есть влажность, вот эта вода, которая соединяется с чем-то сухим, она превращает, то есть она позволяет частичкам быть вместе, то есть как бы этот бытовой опыт, он подсказывает, что влажность, она придает веществам некую вязкость, заставляет частички держаться вместе, если мы переведем всю эту психологию, да, с точки зрения людей, то это про то, что образовываются взаимосвязи с другими людьми, да, про направленность взаимодействовать вместе с этими людьми, с другой стороны, например, огонь, он скорее самодостаточен, вот что хочу, то и делаю, да, это вот такое некое жизненный кредо огня, да, что хочу, то делаю, мне без разницы вообще кто, что про это думает, на физическом уровне огонь вообще никакой формы не имеет, он постоянно ее меняет, да, потому что его частицы движутся очень быстро, и каждая скорее сама по себе, и человек огня может быть одиночкой или лидером, но вот с напарником им достаточно сложно взаимодействовать, но возможно, конечно, в социальном уровне это проявляется в чисто мужских коллективах, как вот некая иерархическая система, когда в группе есть четкий лидер, который строит остальных, и тут работает такой принцип, я начальник, ты подчиненный, поэтому я знаю лучше, а ты как бы исполняй, что тебе говорят. В женских коллективах иерархия, она как бы не так не так характерна, допустим, да, то есть, если мы ну так утрированно берем женскую ипостась, то там можно скорее сказать о неких группировочках, когда там вот мы там дружим против кого-то вместе или, например, там вот шерочка с машерочкой, там по парочке, там мы с Тамарой ходим парой, мы с Тамарой санитары и так далее, то есть, есть некое взаимодействие между членами группы, когда там иногда, конечно, все это не просто, да, это и подковерные игры и какие-то там интриги, все это, конечно, связано, естественно, с женскими такими коллективами, потому что, конечно, огонь, ему вот это вот вообще неинтересно, вместо чисто мужского выявления там отношений прямо в лоб, ну то есть, как бы огонь, он придет и все сразу в лоб тебе расскажет, чем он, в каком месте ты дурак и как ты себя в общем неправильно, неправильно ведешь, неправильно делаешь, там, ну он быстро и по прямой все это расскажет, но при этом, например, то есть, вот пришел, увидел, победил, в лоб стукнул, морду набил, и все, кто сильнее, тот и прав, это мужская история, да, когда женщины, они склонны выстраивать такие социальные связи, образовывать какие-то союзы, как молекулы в воде, да, вот вода соединяется, объединяясь, все больше и больше какие-то структуры, ну там, увеличиваясь, то есть, даже вот эта история про то, что очень долго она может держаться в определенном состоянии, когда реки разливаются от больших дождей, когда, например, вода копится, копится, копится в лесах, вот в этих мхах, и она очень долго держится, пока критическая масса не наберется, и тогда она там сливается, попадает в реки, и реки разливаются, но при этом они разливаются именно от того, что вот соединения нет такого, что вот отдельные капли где-то там опять разлились, нет, они все собрались и все хлынули. И, соответственно, для того, ну вот, исходя из того, что вы уже прослушали какое-то количество вебинаров, да, я надеюсь, что вы послушали, вам было это достаточно полезно, то есть, вы уже чуть-чуть, все-таки, даже кто вот совсем новичок, пройдя вот эти вебинары, которые были до меня, да, вот все предыдущие дни, я думаю, что вы уже можно сказать, что вы что-то смыслите в астрологии, да, и если мы говорим вот об этих взаимосвязях в стихии, да, если приложить это, допустим, к Марсу в Овне или к Марсу в Скорпионе, например, для обоих Марсов это такое сильное положение, но Марс в Овне, он вспыхивает мгновенно, действует прямолинейно, так, молниеносно, порой с силой, и при этом быстро выдыхается, потому что чистый огонь, ну вот, он вспыхнул и ушел. Марс в Скорпионе действует скрытно, да, казалось бы, способен выстроить сложную схему, чтобы вообще не своими руками что-то сделать, ну вот, и никогда не бежит впереди паровоза, вода движется куда медленнее огня, то есть, сухие стихии, огонь и земля скорее самодостаточные, они менее склонны к общению с другими людьми, они менее подвержены их влиянию, менее зависимы от них, ну и, соответственно, потому они способны навязывать собственную волю, да, причем земля, она еще и как бы такая упертая, то есть, огонь, если при Марс вовне, он будет ломиться лобом сквозь стенку, пока не устанет, а потом, скорее всего, плюнет, пойдет искать себе другую стенку, ну вот, например, Марс в Тельце будет долбиться в эту стенку, пока не упадет либо стена, либо он сам, соответственно, ну вот, понятно, да, из этой схемы, что, как можно вывести качество стихии и ее свойства влажность, сухость, тепло и холод, то есть, вот, если вы, надеюсь, я понятно, да, объяснила, вот, откуда, что взялось, где, аристотелевская влажность и сухость, да, тепло и холод, соответственно, ну, здесь, конечно, очень важно именно прочувствовать, да, каждую стихию, и попробовать перевести вот это качество, именно физическое какое-то, да, вот, качество огня, качество воды, качество земли, качество воздуха на такую, ну, скажем, психологическую сторону, да, именно на психологическую характеристику. и здесь, как бы, в чем история, вот, например, огонь активный, то есть, он физически, там, подвижно, не, там, непоседливый и так далее, да, мы проговорили, и, естественно, воздух легкий, всегда стремится к расширению, да, и он может быть невнимателен, склонен к поверхностности какой-то, да, и так далее, то есть, вы все это проходили, сейчас повторяться, я не буду, соответственно, земля тяжелая, плотная, ее трудно сдвинуть, и, на самом деле, для чего я об этом, обо всем говорила, исходя, кроме стихий, да, вы еще проходили и кресты, то есть, вы знаете, крест кардинальный, фиксированный и мутабельный, и, вот это вот взаимодействие крестов и стихий, более позднее время, вот, после вот этого тепла и холода, скажем так, вот эта история, вот этот первоначальный замысел Аристотеля, он был несколько трансформирован, именно для того, чтобы, почему приняли, да, астрологи, эту историю, скажем так, к применению, именно с той точки зрения, что вот качество Аристотеля, да, о чем вот само наше занятие, это как раз еще один способ описать эмоции личности вот в своей какой-то основе, и также условия, которые в том числе и нативу способствуют, то есть, это такие разные сочетания стихий, которые есть качество Аристотеля, да, туда входят основные, вот о чем вы уже говорили, это качество Янь и Инь, да, то есть, Янь это, когда в карте огня и воздуха больше, чем земли и воды, то есть, вы посчитали свои планеты в стихиях, и если у вас огня и воздуха больше, чем земли и воды, то можно сказать, что вы обладаете качеством Янь, да, это, что значит Янь, прям очень коротко, чтобы вот не застревать на этом, Янь это человек работает на выплеск, да, то есть, он в себе ничего не оставит, ему надо двигаться вперед, он, его и жизнь окружает Яньскими историями, и такими Яньскими стихиями, и людьми какими-то, и Янь, он активный, яркий, привлекательный, на него слетаются, то есть, он достаточно заметный окружению, ну, то есть, как бы, есть плюсы, да, вот он заметный, яркий, умеет ловить актуальные какие-то вещи, умеет передавать их дальше, умеет взаимодействовать с какими-то внешними, даже, как не взаимодействовать, а влиять, да, скорее всего, на какие-то внешние истории, и, конечно, есть люди, которые, они такие вспышки, вот, показывают, умеют себя презентовать, умеют себя активно проявлять, они достаточно бодры сами, они умеют взбодривать окружение вокруг себя, да, и люди такие, ну, такие юные, можно сказать, да, то есть, они такие, когда некое соответствие, вот вы когда квадранты проходили, да, то есть, это вот какая-то такая юная душа, которая открыта ко всему новому, она готова, не думая куда-то, вот, двигаться своим импульсом, с ними, естественно, ну, не соскучишься, прямо скажем, за ними очень интересно наблюдать, даже если они ничего не делают, они очень, такие непоседливые, все равно, даже казалось бы, что они вот сидят в статике, все равно, такой человек в статике, ну, вот именно в, в таком, в жестком проявлении статики, его достать очень сложно, он все время, вот, такой вот, какой-то двигательный, есть, конечно, и оборотная сторона, когда они могут быть поверхностными, не очень глубокими, глубокими, да, они схватили что-то на бегу, сливки собрали, и побежали дальше, искать новый источник, собирать новые сливки, ну, естественно, это свободолюбие, да, я, он такой, им зафиксироваться не удается практически нигде, ну, в принципе, на самом деле, и жизнь им не дает фиксироваться, она постоянно их куда-то выгоняет с насиженного места, по крайней мере, они, ну, даже если так не бывает, то впечатление, именно своим, какой-то презентацией себя, они вот складывают, создают о себе такое впечатление, то есть складывается впечатление, что они вот такие какие-то, такие живчики, все время какой-то вот, какой-то такой активности, да, при этом, внутри они могут быть, конечно, более глубокими, потому что, вот, качество Аристотеля, когда, это первое, что мы смотрим, когда анализируем карту, мы снимаем, как бы, это первая, вот, луковица, первая шелуха, вот эта вот, коричневая, да, вот эта шуршащая, это, как бы, вот, внешний срез, чтобы понимать, да, то есть, что человек, вот он, вот он такой бодрый, активный, мы видим, что яйнских стихий, у него много, мы сразу, там, вот для себя, прикидываем в голове, вот первый, первый такой приближенный портрет, но при этом, внутри, когда мы пойдем, допустим, глубже в карту, смотреть взаимодействие планет, смотреть, там, стояние в домах, там, и так далее, вот, более глубокое взаимодействие, естественно, может оказаться, что человек более глубокий, у него, он, там, внутри он гораздо более глубже, нежели вот создается первое впечатление, да, то есть, вот эта история, что мы встречаем по одежке, это как раз вот эта одежка, которую первую мы видим, потом, когда бывает такое, мне кажется, что человек какой-то раздолбай, но когда начинаешь с ним взаимодействовать, начинаешь с ним общаться, там, по работе, там, дружить с ним, понимаешь, что у человека есть какие-то, внутри зерна, такие вот, достаточно, скажем так, глубокие, да, и с ним интересные, он не просто там, хватает на ветру, хотя вот впечатление он создает именно такое, это как некая одежка, да, ну вот, да, смена городов, квартир, вот, потребность какой-то перемен, она все время, вот, двигается, соответственно, если вот как-то так объединять всю эту историю, то можно сказать, что, если объединяется в карте в натальной у человека воздух и огонь, они рождают такой, представляете, огонь и воздух, и их объединили, что получилось? Получился такой фейерверк-взрыв, то есть, вот, с одной стороны, это, ну, достаточно красиво, да, все фейерверки, которые взрываются, там, салюты различные, это очень красиво, это очень, так вот, особенно те, кто этим не обладает, да, наблюдать за этим очень интересно, это сильное мужское начало, это энергия наружу, это такая предприимчивость, самостоятельность, такая вспыльчивость, да, вот как раз вот, что в негативе, но, естественно, это вспыльчивость, это, такой, достаточно эмоциональная история, но, при этом, вот эти эмоции, они, как бы, вот выхлоп произошел, и эмоции стекли, то есть, они быстро отходят, есть в этом некая, идеалистическая история, то есть, они могут быть идеалистами, оптимистами, они чем-то воодушевляются, им приходит какая-то идея, они за нее хватаются, и бегут быстрее, куда-то там ее внедрять, да, там, они могут жить в своей голове, но при этом, все равно, вот эта яркость проявления, да, вот, им очень важно выплеснуть, и то, что живет мне в голове, то есть, вот эти идеи какие-то, им явно, то есть, это как бы жизнь, как такая, на выдохе, то есть, все время вот это вот, внаружу, все время в мир, к людям, в коллектив, стрелять, бросать, кидать идеи, какие-то дела, преобладает янь, жила в трех странах, сейчас вот в четвертой, да, очень много меняло, действительно, яньская, она вот требует перемен, хочется все время что-то, я думаю, что на самом деле, это не только янь, да, влияет именно на смену, там, скорее всего, есть еще много других показателей, но вот первый срез, да, он показывается, и вот, ну, первое впечатление, да, это первый срез, который мы видим, но при этом, когда человек вот так бурно из себя исторгает, скажем так, да, все какие-то свои идеи и вот эти вот жизненные истории из своей головы, то здесь еще какой риск, негатив, или какой риск, то есть человек распыляется, часто может распыляться, не на, то есть он цели может не видеть, это вот как та история с Марсом в Овне, когда он бьется, бьется, бьется от стенки, устал, ну, ладно, не подалась, пойду другую стенку искать. Это вот когда достаточно сложно ставить дальние цели, и здесь важно ставить близкие цели, то есть если вы понимаете, что у вас преобладает яньское качество янь, то дальние цели для вас далеки, и как-то вот они не особо вас греют, особенно если там связано, допустим, планеты в Овне стоят, то есть какие-то, тот же Марс в Овне, то есть нужно какие-то свои цели разбивать на более мелкие и ставить себе вот такие ближненькие цели, чтобы на рывок, на какой-то вот один момент был возможность добраться туда и на короткую дистанцию дойти до финиша вот этой маленькой цели. Тогда включается следующий отрезочек, вот такими маленькими отрезочками можно доползти до какой-то итоговой цели дальней. Поэтому, когда понимаете, что действительно с целью беда, то вам надо просто цель действительно разбить на какие-то маленькие элементы, потому что, ну знаете, вот это искусство маленьких шагов китайской философии, она как раз и говорит о том, что любое любое движение, там, любое расстояние в тысячу или там в десять тысяч ли, оно начинается с одного шага. Разбейте себе вот на такие этапы, которые вы готовы как-то увидеть, осилить вот по своим силам, скажем, да, по своей энергетике. Понятно, что расход энергии у таких людей он достаточно сильный и очень часто они выплескивают все настолько, что не успевают накапливать. Поэтому очень, кстати, видно по детям, пока они не научились как-то скопить, да, все-таки с возрастом мы опытным путем понимаем, что если мы где-то вложились, то нужно какой-то период времени, чтобы там посидеть, переждать, накопить, вот свою эту батарейку заполнить. Дети, конечно, опыта такого не имеют, и, соответственно, они сразу бухивают все, взять овнов маленьких, да, если вот планеты скапливаются где-то вокруг овна, какие-нибудь стеллиумы там, то ребенок такой, допустим, если с Марсом в овне, он сделал что-то, ему нужно какой-то период для того, чтобы набрать, отдохнуть и как-то накопить эту энергию для того, чтобы опять его поплескивать. И здесь, конечно, какая стратегия поведения таких людей, да, они очень хорошо мотивируют, они очень хорошо заряжают оптимизмом, они вот этим своим драйвом, как-то даже невербально, ну и вербально в том числе, они могут зарядить человека настолько на какие-то вот там ту же землю, мотивировать, как-то показать дальние какие-то истории, так что земля вот прям напитается вот этой энергетикой какого-то драйва, и она сходит с места и начинает идти. Другой момент, что земля дойдет той цели, которой она себя увидела, а вот этот человек, который был мотиватором движения земли, он, конечно, к этому моменту, скорее всего, уже будет чем-то другим интересоваться. И противоположность янь, да, если у вас земли и воды больше, чем огня и воздуха, то вам присуща иньская природа, и здесь главная потребность быть в такой безопасности, быть в тепле, иньская природа такая впитывающая, она у нее есть что отдать, она у нее, скорее всего, много ресурсов, она богатая, она умеет изменяться, умеет изменять, ну вот, взять, например, глину, да, которая лежит где-то на глубине в земле, и потом, которую достала, из нее можно слепить, ну, практически все, что угодно, то есть если есть глина, да, из глины лепим, иньская природа, она вбирает в себя, она взращивает в себя, то есть семечку положил в землю, она ее напитала, потому что в земле есть природный ресурс, есть что дать этой семечке, есть возможность внутри себя трансформировать, и поэтому я, если я и бодрящий, да, и веселый, и такие на коне скачем и гигей, но при этом своего ресурса у них не так много, и они как бы всегда нуждаются в ресурсы извне, то есть они поэтому и несут свои идеи туда, и там и черпают извне какие-то ресурсы для того, чтобы воплощать. При этом инь, она изначально в себе содержит очень много, там и природа богатая, и плодовитая почва, да, и может из себя что-то вырастить, то есть она наполнить может, не только держит в себе, да, но если семечку положить, как я уже говорила, естественно, и возрастает. Но вот это как бы умение иньского качества, они умеют копить и умеют приумножать, и иногда это бывает практически из ничего, то есть уже как бы другая история, да, это другие показатели, другие качества. То есть если мы говорим о Янтике, это яркая вспышка, да, на которую обращают внимание, то иньская история, они достаточно спокойно относятся к тому, к повторению пройденного, какой-то рутинной истории, она может возвращаться в какую-то в какую-то, иногда может залипать, да, в чем-то старом, бережет свое прошлое, да, все знают про тельцов, которые, ну вот, расхожая история, хотя это не всегда так, но что, вот, тельцу на тельцу, как энергия земли, да, как иньской, ярко проявленной энергии, качества, иньского качества, они достаточно вот обрастаются всякими этими вещами, да, кто-то там связями, кто-то друзьями, ну вот, вот это скапливание, которое, ну, не всегда понятно вообще, насколько оно нужно, насколько оно полезно ему, да, и насколько оно куда-то ведет, но сам процесс, вот это вбирание, он, конечно, достаточно ярко проявленный, но здесь еще какая история, что иньской, иньской энергии достаточно очень трудно выйти вовне, быть, завязывать какое-то общение, да, они могут быть изолированы, они могут страдать от какого-то непонимания, там, от каких-то внешних факторах, потому что когда у человека проявлены инь, то вот это окружение, оно как бы способствует, оно обеспечивает ему вот это вот, то есть, мир ему приносит вот эту иньскую историю, они такие, они же не особо яркие, то есть, если на огонь он горит, на него все слетаются, земля, вода, они такие, какие-то не особо яркие, в том смысле, что не так могут привлекать к себе внимание, да, что вот просто так, как люди идут на огонь, да, то прийти просто так на воду или на землю, ну, вот, ну, вряд ли, и, соответственно, бывают такие истории, когда, естественно, люди страдают вот этого, от этого янского дефицита в себе, но, тем не менее, природа наделяет их качеством воды и качеством земли, они учатся накапливать, они учатся взращивать себе без внешних каких-то взаимодействий и необходимостей, то есть, у них достаточно много всего внутри, для, вот, чтобы вариться в собственном котле, без необходимости выходить вот в свет, вот, если огонь мимо пробежит, их как-нибудь там, мотивацию им зажжет, возможно, какой-то период времени они там будут вот в этом вариться, но, ну, вот, просто на землю там, или на воду, ну, скорее всего, люди не прибегут, да, запись будет, да, вот, телец-хомяк все в норку тащит, действительно, вот, это просто мы рождаемся с определенными качествами, не просто так, у нас есть какие-то задачи, да, у души, накопить какой-то опыт, и вот, те, у кого иньского, природа иньской, вот эти качества природные иньские, более выражены, да, это ваша задача именно научиться, кто-то, кто-то лучше этим владеет, кто-то только учится, но окружение, внешний мир, он создает условия для того, чтобы эти качества накопились, да, чтобы вот это вот собрать в норку, научиться, там, тащить эти запасы, то есть они как бы заложены именно с точки зрения накопления опыта, да, и с одной стороны это, конечно, может, вот эта погруженность в себя, она, конечно, порой может вызывать некий пессимизм, да, как отрицательное некое проявление этого качества, да, соответственно, и, ну, прям, если брать какую-то полярную историю, то депрессия может быть, да, и они, они более чувствительные, они, у них достаточно большой объём ответственности, они не могут вот этого, раз и сорвался, да, если огонь там увидел что-то, мелькнуло что-то, звезда упала, огонь, воздух, они подхватились и уже там, то инскаем качеством необходима подготовка, да, то есть, вот это вот сорвался, а как? А как сорвался, подбежал, когда у тебя вот, ну, вот, вот в норке очень много всего, что надо ещё тащить за собой, мало ли что, ну, вот всё это вокруг, всё это, всё это, как бы, замедляет, то есть, для того, чтобы у них жизнь достаточно однородная, кому-то может показаться, да, довольно рутинной, потому что инская история погружения во внутренние процессы, и его жизнь, конечно, вынуждает в некотором роде быть таким отшельником, интровертом, ну, немножко так вот отгораживаться от внешней среды, и, соответственно, для того, чтобы вот вскочить и побежать, ему нужно время, то есть, вырастить себе эту энергию, понять, зачем это нужно, какие-то ресурсы принесёт, поэтому очень тяжело таким людям принимать какие-то резкие жизненные перемены, да, их они выбивают из колеи, жизнь, конечно, подкидывает сюрпризы нам всякие, но вот эта история вовлекаться очень сложно, и если же такое вот резкое событие происходит, конечно, инским людям достаточно может быть непросто, то есть, если мы говорим ну, вот, качество иниянь, да, вот если это обобщить, то огонь и воздух по своей трактовке они похожи, и земля, и вода, они тоже похожи, то есть, инь, инь, это закрытость, да, то противоположность янь, это открытость миру, да, если, например, до иньского человека тяжелее добраться, хотя он, ну, может очень хотеть общаться, его достаточно, может быть, иногда трудно понять, или ну, вот, как-то его растормошить достаточно сложно, при этом, допустим, яньские, яньские качества в человеке, если сильно проявлено, то он сам готов бежать впереди тебя, он прям, даже не слово, а импульс от вас ловит, вот эта вот, мысль, можно сказать, хватает, и он уже готов куда-то идти, соответственно, если мы говорим про инь, да, еще раз обобщаю, то это, естественно, и женское начало, да, вот так называемое, это энергия впитывания, когда хочется и нужно, и есть потребность внутренняя накопить, сохранить, запомнить, при, при том, что это может быть некая отгороженность от внешнего мира, и погружение в себя, они достаточно серьезные, они достаточно терпеливые, да, если взять, там, они выносливые, они хорошо приспосабливаются, они, они умеют черпать энергию из прошлого, да, из каких-то привычек, из каких-то чувств, из, там, иногда это может быть выходить в крайние истории, и они могут цепляться за что-то, какие-то прошлые истории, вот, там, и, когда человек расстался с партнером, да, и потом еще десятилетия живет в голове с этим партнером, в этих, пытается как-то выйти из этой истории, или не пытается, но вот он, партнер уже два раза, или три раза, или десять построил новые отношения, да, переходя как-то, то человеку с сынскими качествами достаточно сложно выйти из этого состояния, да, у них достаточно могут быть низкие коммуникативные какие-то способности, да, они такие вещи в себе, иногда бывает, вот, вопрос про может ли быть человек иниянь, иногда бывает, что качество, вот, когда мы говорим о проявленности, да, то есть мы говорим, что если земли и воды больше, чем огня и воздуха, это иниска, а если они равны, планет в земле с водой и в огне с воздухом, они примерно равны, скорее всего, это будет такой некий баланс, то есть у человека будут и иниские качества проявлены, и иниские качества, бывает так, что как бы вот вообще, ну, все равно прям очень редко на моей памяти встречались, чтобы, ну, прям человек был прям супер чистый, без планет в огне и там мы, например, в воздухе, да, и чистый, ини, все планеты в воде и в земле, все равно какая-то хоть одна планета, там, две будут, или одна в огне, одна в воздухе, и вот эти качества, они по чуть-чуть будут проявляться в каких-то историях, в зависимости от того, какая планета стоит, там, там, какие она несет качества именно в своем доме и так далее, то есть вся эта история, она проходит по-разному, сейчас мы про качество Аристотеля с точки зрения первого среза. Вот эти иниянь глубоко не ходила именно с той точки зрения, что вы уже о правде слушали, слышали, и сейчас пойдем к следующей паре. Следующая пара это устойчивость и неустойчивость. Если мы говорим про устойчивость, то это когда Земля и Огонь, планеты в Земле и в огне в этих стихиях, их больше, чем воды и воздуха. Уловили, да? Устойчивость, качество устойчивости имеют Земля и Огонь, при том, что если воды и воздуха больше, то это качество неустойчивости. Если вы посмотрите, если вы выписали, заранее посмотрите, для того, чтобы интереснее было слушать, то что такое устойчивость и что такое неустойчивость. Когда мы говорим про устойчивость, то есть к устойчивым относятся две стихии Земля и Огонь. Если их больше, еще раз повторю, то это устойчивость. Что мы можем сказать о качестве каждой стихии, возвращаясь немножко обратно, что чем стихии были наделены, то есть Земля, она холодная и твердая, а Огонь это горячее и твердое. Потому что почему огонь твердое, потому что огонь горит на земле, он не может гореть ни на воде, ни на воздухе. Так как в воздухе он достаточно быстро сгорит, а в воде он будет поглощен водой. Он не может для того, чтобы горел огонь, ему нужна твердение, ему нужна поверхность. А воздух он не имеет основания, и вода тоже не имеет вот этой твердого основания. Соответственно устойчивые стихии, вот если вы видели, когда вы стихии проходили на эфире, я думаю, что вам демонстрировали вот эти треугольники, да, треугольник вверх, треугольник вниз, перечеркнутые, вот эти перечеркнутые треугольники обозначают неустойчивые стихии. К неустойчивым стихиям относятся вода и воздух. У них нет опоры в их физическом проявлении, да, воды нет, нет опоры, у них нет формы. Так же, как и воздуха, нет какой-то формы, если специально, только в эту форму его не заключить, но это будет уже другая немножко история. Соответственно, если у вас Земли и огня больше, то вы относитесь к устойчивым, то есть у вас больше проявлено качество устойчивости, а если у вас больше планет в воде и воздухе, то у вас больше проявлены качества неустойчивости. Отсюда как бы немножко про про характеристики, да, поговорим. Если мы говорим про устойчивого человека, огонь и земля, да, напоминаю, жизнь хочет стабильности, и люди эти хотят стабильности, то есть есть некая опора, да, для того, чтобы, ну, Земля сама по себе опора, а огонь, ему нужна опора, соответственно, если они, они достаточно тверды в своих убеждениях, если они вдруг меняют свою систему ценностей, систему координат, то, скорее всего, окружающим вообще непонятно, как это произошло, ну, как бы вот, внешнее проявление таких людей, они именно от того, что они создают впечатление какой-то вот последовательности, структурности некой, да, некой опористости, вот, некого фундамента, на который можно опереться, когда вот ты видишь снаружи человека такого, он вдруг раз поменял там, как огонь, все-таки он переменчивый, он раз и что-то может поменять, какую-то систему ценностей, людям, окружающим, как-то с этим согласиться достаточно сложно, соответственно, сочетание земли и огня это такая устойчивость, ну, соответственно, и вода, и воздух, и неустойчивость, соответственно, отражается это и в требованиях среды, то есть среда, окружение, там, работе, дома, в семье, в мире, вообще просто какие-то посторонние ситуации, они как бы от людей с проявленной устойчивостью качеств по Аристотелю, они как бы среда от них требует того, чтобы они были достаточно ярко проявлены, чтобы с точки зрения стабильности их каких-то целей, убеждений, да, должен быть элемент для людей, то есть они требуют от них вот этой стабильности, какой-то соответствия какой-то ситуации к чему-то привычному, из раза в раз повторяющимся, вот есть некая основа, есть какие-то принципы, вот ты давай их держи, поэтому устойчивость она такая, придумал, сделал, он такой, есть в этом некая упрямость, есть такая консервативность, он, да, он исследователь, но при этом может быть такой, достаточно тираничным немножко. Если мы говорим о воздухе и воде, да, с точки зрения неустойчивости, да, соответственно, здесь наоборот, окружение от них требует какого-то понимания, сочувствия, умения договориться, и тогда окружению, когда, ну, воздух и вода, которые меняют, могут спокойно менять, уж воздух точно, какие-то свои принципы, какие-то свои фундаментальные внутренние убеждения, да, они там, вот сегодня убеждён в одном, завтра пришла какая-то другая информация, воздух спокойно сменил своё убеждение на какое-то другое. И поэтому здесь, безусловно, мир спокойно к этому относится. И сама жизнь, она им подкидывает вот эти идеи и учит их переключаться, как бы трансформировать вот эту свою основу, всё время быть в каком-то таком движении, в каком-то исследовании, всё время чем-то воодушевляться, да, что-то вот найти. При этом ещё какая история. Вот эта вот некая такая изворотливость и хитрость, она как отрицательное качество, да, может быть и... То есть такие люди умеют находить обходные пути, они могут договориться, могут там схитрить в какой-то ситуации. Если устойчивость, она страдает от того, что... Представляете, устойчивость, у него есть какие-то принципы, а в его поле входит человек с неустойчивыми качествами. Вот это вот постоянное изменение ситуации опять же очень трудно для человека с проявленными качествами устойчивости. То есть он страдает, ему трудно, вот это... Он не понимает, как это так. Для тебя вчера принципиально были какие-то одни вещи, которые, допустим, сходились с теми вещами и принципами, которые устойчивые... Человек с устойчивыми качествами. А сегодня он уже о чём-то другом говорит и уже диаметрально противоположное просто потому, что он что-то услышал, какое-то другое мнение и как бы согласился с ним и решил поменять свои принципы. Настолько вот это... Да, все качества, что и ньянь это вот как полюса. Так же и как бы вот эта устойчивость и неустойчивость. Устойчивость стоит на столпах своих, а неустойчивость она как бы протекает между этих двух столпов и всё время может быть с этой стороны какой-то теории им там это показалось интересным, завтра им с другой стороны этой теории какие-то другие истории показались, то вот это непонимание вот это взаимодействие какое-то странное оно для них очень тяжело. Соответственно если неустойчивые они гибкие да как в качестве противоположных качеств устойчивые они достаточно вот такие тверды они они могут продавливать как бы да то есть неустойчивость для комфорта рядом в общем-то и нужны устойчивые люди потому что когда ты на ветру колышешься сильно всё равно должен быть какой-то колышек к чему-то привязываешься и тогда ты можешь колыхаться но у тебя есть вот эта основа на которой ты держишься поэтому взаимодействие для них необходимо скажем так при этом оно не всегда про про просто да не всегда принимаемо устойчивым людям ну вот жизнь от таких людей требует поступ какой-то такой поступательности да есть необходимость чтобы они брали на себя важные задачи устойчивым да требуется вот этих усилий удержать свои какие-то принципы свои внутренние держать такой они такие твердо стоящие на земле это такие знаете если взять с точки зрения там лошадей например да это такой такой тяжеловоз прочно стоящий на ногах который ходит по колее и точно знает они могут не сильно изящные да нет у них вот этой красоты какой-то но при этом они достаточно ну вот стабильные скажем так да если про неустойчивость говорить то человек как раз может страдать вот от того что все как-то выветривается да в чем может быть негатив в том что все выветривается смывается в жизни очень мало устойчивости какие-то все время перемены очень трудно очень трудно баланс найти да и при этом с одной стороны конечно и хлама меньше да потому что все вот выветривается улетает но с другой стороны вот эта неустойчивость она им важна как бы иметь вот этот вот ось координат да с чем-то все время сверяться поэтому как бы одно не может существовать без другого если нет точки отсчета точки ориентира то безусловно ну как бы им очень трудно им надо за что-то зацепиться к чему-то приклеиться они достаточно интуитивны вот эта неустойчивость она дает возможность ну как я говорил да и гибкости какой-то то есть качество обладает вот этой гибкостью и окружение требует от них вот этой гибкости и ситуации им все время какие-то попадаются когда от них прям жизнь требует вот как-то изгибаться изворачиваться проходить какие-то ситуации чтобы ну как бы вашим и нашим и чтобы всем было хорошо и здесь с одной стороны им хочется сохранить некую свою индивидуальность да при этом жизнь требует противоположного потому что на самом деле вот эта же вода которая в себе растворяет да она меняет свои качества она все время изменчива так же как и воздух он все время изменчивый ему все время в движении и неустойчивость конечно можно представить еще и как людей которые ну могут достаточно легко там донести свою какую-то такую хитрую мысль там что-то впарить втереть какую-то заговорить как-то заболтать увести из какого-то то есть вот настолько они легко жонглируют какими-то понятиями какими-то какими-то знаниями да какими-то принципами для них это настолько вот все вот как-то так вертится крутится легко что они очень спокойно могут вот казалось бы несочетаемые вещи показать насколько они сочетаемы насколько они вообще могут быть содружественны или наоборот то есть для них это конечно достаточно просто соответственно здесь есть и в плюсе да и некая такая дипломатичность то есть они считаются они хорошими консультантами то есть они хорошие скорее всего могут хорошо естественно умея впаривать да они умеют хорошо продавать информацию и товары да то есть это продавцы хорошие нельзя сказать при этом понимая понимая про вот эти качества нельзя их конечно прям совсем каким-то там к инфу-цыганам да при при скажем так причислить то есть понятно что в зависимости качества они как бы одни форма проявления каждый человек проявляет с точки зрения своих внутренних позиций да есть этажи проявления можно там ходить людей обманывать воровать и что-то еще а можно достигать некой дипломатии да на высшем этаже проявления умея договариваться соединяя стороны находить компромиссы да все зависит от уровня какой-то осознанности своей уровня к любому качеству это относится так же как и к любому проявлению там и планеты и домов и так далее и знаков то есть все зависит от того насколько человек на каком этаже развития он находится да на либо это вот там вор-мошенник да который умеет там просочиться или там не знаю облапошить кого-то там на улице да впарить какую-то не знаю ненужную вещь либо это вот какое-то высокое проявление когда да достаточно на пользу хотя не значит что это не там альтруистичные все эти истории да там поэтому на пользу себе ну на высоком этаже можно все это достаточно хорошо транслировать и проявлять скажем так и жить она подсовывает разные ситуации для того чтобы эти качества накопились да характеры то есть у кого-то больше устойчивости допустим там по планетам человек более устойчивый если там как-то вот менее меньше планет например больше в неустойчивости то есть на самом деле все равно есть планеты и там и там скорее всего просто где-то их больше где-то меньше соответственно какие-то качества более проявленные какие-то менее но жизнь когда мы живем по этому колесу своему временному да скажем так то жизнь нам подсовывает и те и другие ситуации просто каких-то ситуаций больше каких-то чуть меньше возможно иногда мы реагируем на какие-то ситуации да там чуть больше на какие-то чуть меньше хотя оказалось бы там в одну ситуацию попадают люди с одним и тем же одни и те же люди там люди попадают в одну и ту же ситуацию но при этом качество проявления качество внутренних переживаний да и качество ощущения вот этих каких-то ситуаций они достаточно могут быть именно с точки зрения внутренних оценок они могут быть разные Поэтому неустойчивость нуждается в какой-то такой, в каких-то таких опоре, там словесная опора им нужна или какие-то там, может быть, иногда неплохо им проверить что-то, да, там, чтобы это дальше можно было как-то развивать, не просто вот от того, что ты весь такой изменчивый, что-то тебе захотелось, да, а всё-таки немножко иметь какие-то ориентиры, может быть, не прям привязываться капитально, но вот как маяк, знаете, издалека вот как-то ориентироваться или там некий компас, проверять, что я иду каким-то путём своим, да, возможно, я там делаю какие-то извилины, сокращаю где-то путь или наоборот его как-то, делаю его более там, скажем так, удалённым, да, там, от прямой дороги, там, с какими-то крюками и так далее. Но на самом деле жизнь, она приносит нам ситуацию, чтобы мы эти качества накопили, мы их, естественно, ну, так или иначе накапливаем, да, вне зависимости от того, страдаем мы или там что-то, нет. Есть, да, такая история про, скорее всего, нет, минимальное присутствие воздуха, оно, его можно проработать, потому что мы же не только, когда смотрим, мы же говорим только про первый срез, про первую какую-то историю, какую-то такую, первое приближение, то есть это когда качество Аристотеля, да, вот когда мы их смотрим, когда мы открываем карту, гороскоп или там космограмму даже, да, просто вот круг без домов, без всего, ну, мы просто можем приблизительно сказать, что да, вот у человека, например, проявлено, там, качество, например, вот устойчивости, он такой, и мы понимаем, что, скорее всего, у человека, во-первых, он производит впечатление, потому что мы же вот эту первую одёжку снимаем, то есть вот первая одёжка, это как раз вот впечатление того, что человек такой, устойчивость проявлена, мы видим его такого, мы понимаем, что человек такой для себя, что он такой основательный, что у него есть какой-то фундамент принципов, он привержен каким-то своим внутренним стандартам, не факт, что они там сочетаются с какими-то стандартами, принятыми в обществе, но вот он такой вот основательный, то есть он устойчивый, прямо само слово устойчивость, оно как бы вот подтверждает некую такую, может быть, не всегда поворотливость, да, не всегда подвижность, иногда прямо докостенелость, ну вот это первое, при этом же, конечно, надо понимать, что помимо устойчивости, это же ещё и огонь, а, ну вот по поводу неустойчивости, да, если наоборот, если нет воздуха, то есть, скорее всего, возможно, вот, отвечая на вопрос, да, возвращаясь, то если мало воздуха, то, скорее всего, есть воздушные, да, есть не только знаки, есть же воздушные дома, есть взаимодействие с планетами где-то, имеющие именно качество, да, там, каких-то воздушные, поэтому здесь на самом деле, вот когда вы просто первое приближение смотрите, первый, вот, первый наш модуль наших открытых эфиров, да, которые мы вам проводим, это прям вот первое приближение, это вот вы увидели, как вот, как в поговорке человека встречают по одёжке, вы видите только одёжку верхнюю, вот прям даже, даже не внутри, что у него, просто вот это пальто сверху, то есть вот это пальтишко вы видите, что и вам кажется, что, о, да, он устойчивый, внутри может быть всё совсем по-другому, то есть, да, иногда перепрошивают стояние планет, взаимодействие планет, они перепрошивают вот эту историю, если сначала кажется, что, ну, вот, встречаем мы человека по одёжке, да, как по асценденту, мы видим человека или что-то о нём там понимаем для себя, он каким-то образом для нас проявляется, то, соответственно, и здесь мы спидем только верхнюю, то есть вы сейчас в панику не впадаете, это прям самое-самое начало, это вот всё равно, что вы идёте по улице, увидели человека в красном пальто, там, не знаю, с розовыми пуговицами, и вы увидели только красное пальто и розовые пуговицы, у него внутри может быть какой-нибудь там, не знаю, какой-нибудь там серо-бурмалиновый костюм, и он совсем вообще другой человек, но вот красное пальто и розовые пуговицы, какую-то ассоциацию у вас родилось, вот это первая ассоциация, и есть вот то, о чём мы сейчас говорим, эти качества арестователя, они дают какой-то первый срез. Естественно, дальше вы пойдёте в глубину, вы пойдёте смотреть уже глубже, вы проходили и зоны, да, вам рассказывали квадранты и квадранты и так далее, и всё это собирается для того, чтобы что-то понять первое о человеке. На самом деле, скорее всего, бывает такая, есть карта, у Софи Марсо, по-моему, у неё, она такая в карте вся такая, вся такая водная, вся такая, кажется, что человек такой очень ищуственный, но при этом у неё есть Телиум, который достаточно жёстко регламентирует все её истории, и он там с Плутоном и с Ураном, и, по-моему, с Сатурном, если не ошибаюсь, но по-моему, сейчас плохо помню. И вот это стояние просто, вот этого Телиума, оно перепрошивает вообще всё. Там огромное количество аспектов с планетами, аспектов с другими показателями, при этом понимая, что это с Телиумом, они там меж собой достаточно плотно связаны. И это перепрошивает, потому что первый срез кажется, что человек такой вот весь взбирающий, весь такой вот эмпатичный, а на самом деле на астенденте стоящие жёсткие планеты в характер доносят очень много жёсткости, много какого-то именно с точки зрения проявления и в себя, как я. Поэтому вы сейчас не пугаетесь, да, вы как бы вот сразу там в панику не впадаете. Понимаете, что это первый срез, это вот, это ваше пальто, грубо говоря, да, вот первое. То есть что-то о человеке может сказать, можно какие-то качества почерпнуть. Просто потом, когда карта будет раскручиваться всё больше и больше, какие-то качества будут набираться, допустим, там плюс один, там, планета стоит, там, не знаю, в огне и в первом доме, да, и там плюс один в огне к огню, плюс один в первом доме к огню и так далее. То есть что-то, какие-то качества будут подтверждаться, какие-то качества будут, ну, наоборот, опровергаться, да, то есть они будут уходить, то есть они будут давать некое впечатление первое о человеке, но потом они будут как бы так подстираться проявлениями каких-то других показателей в карте. Поэтому это первый срез, это верхнее пальто. Об этом мы сейчас... Всё, что вам рассказывали на первом модуле, это про верхнее. Да, оно иногда подтверждается. Всё-таки мы же не просто так планеты с потолка, в смысле стихии с потолка берём. У нас какие-то планеты стоят в каких-то стихиях. И, соответственно, стихии эти проявляются через планеты, через дома, которые попадают в эти стихии и так далее. Но на самом деле... Ну, весь этот вот... Много слов было к тому, что не пугайтесь. Тепло, влажность, сухость... Ну, тепло и холод в противоположности, да? Влажность и сухость. То есть, да, сухо, горячо, влажно, холодно. То есть это... Все качества Аристотеля это дуальности, это противоположности. Инь-янь, устойчивость, неустойчивость, да? В данном случае... Там, влажность и сухость. И... Про что мы говорим? Мы говорили про неустойчивость, да? И, соответственно, неустойчивые тогда... В большинстве своём, если, допустим... Если мы берём в лиде каких-то людей, лидеров, то у них каждый второй, наверное, это яньское качество проявлено, да? Хотя вот другой, каждый первый, может быть, и яньское. То есть вот... Всё равно совокупность качеств. Так же, как и неустойчивые, например, больше каких-то творческих людей, там, может быть, певцы, музыканты. Для них вот это вот движение, постоянное быть в потоке вот этим каким-то... Каких-то инсайтов, для них это важно. И, скорее всего, у них в большинстве случаев будет проявлено именно вот это качество неустойчивости. То есть, как бы, о чём, если мы немножко обобщим, да, всю эту историю? То есть, мы говорим ещё раз, да, что устой – это земля и огонь, неустойчивость – это вода и воздух. Соответственно, если мы обобщим, то устойчивость – это такой образ костра, в который периодически подкидываются дровишки, да? То есть, огонь горит, такое достаточно сильное эго у людей, они уверены в своих силах, устойчивость, да, повторю. Они видят какие-то такие... Они опор... Естественно, они опора для человечества, это такие... С другой стороны, может быть, такой каток, который достаточно мощно тебя может закатать там. Но при этом они достаточно продуктивные, они очень мотивированы на реализацию. Поэтому огонь даёт источник энергии и такую веру искреннюю, да, уверенность и такую волю в достижении чего-то. А земля, она поддерживает, она даёт... Вот когда человеку устойчивость есть, то есть у него достаточное количество планет в огне и в земле, и огонь, он даёт вот этот импульс, а земля даёт основу для этого импульса. Она даёт ему эту дисциплину, чтобы не бросить, да, допустим, если бы... Есть это опоры, есть это внутреннее... Внутренний стержень, вокруг которого огонь может спокойно длиться, да, вот это... И при этом подбрасывая ресурсность, да, помним, ресурсность земли, она подбрасывает в этот огонь дровишек всё время и не даёт этому огню погаснуть. И поэтому получается такая, ну вот, бесконечная, такой личный двигатель, бесконечная батарейка. При этом они умеют направлять свою энергию, свой творческий импульс на конкретные цели, потому что если, например, ну там, земля, да, как опора, там, выстрелилась в какую-то трубу и пустила туда огонь, то огонь будет двигаться по этой трубе или там какой-то шар. Ну то есть вот, учитывая, что огонь может принимать разную форму, а земля эту форму ему даёт, это вот как раз такое, ну, достаточно прочное взаимодействие, да, способность... Они способны к труду, они любят труд, они получают достаточно такое серьёзное удовлетворение от достижения каких-то своих результатов, воплощённых в жизнь, да. Ну, если брать минусы, какие-то отрицательные качества, да, то здесь, конечно, такая зацикленность на себе может быть, такой эгоцентризм. Это может быть грубость, такая нечувствительность, потому что я знаю что-то, я подминаю под себя, как мне надо, не считаясь чувствами других, да, и, соответственно, чувства и эмоции других понимать достаточно трудно, потому что огонь и земля, да, земля инертна, она вообще вся в себе, а огонь весь в импульсах, он где-то летит, поэтому, ну, как бы, вот, вбирание тут... Земля, конечно, вбирает, но эмоции, она так не особо с ними взаимодействует, она такая замкнутая на свой мир, на свои цели, и здесь, конечно, может быть и такая внутренняя принципиальность, вот, и как я знаю, я иду своим путём, идите все вокруг и не мешайте мне идти со своими какими-то пожеланиями, подсказками и так далее. У меня есть, соответственно, здесь и такая внутренняя субъективизм. При этом, если обобщать, да, неустойчивость, то это такой, ну, человек-психолог, например, да, который и выслушает, и поймёт, и как-то спросит что-то там, и посочувствует, да, и у них ориентация на общество, есть, возможно, склонность к некой зависимости, да, как я говорила, к тому, что вот нужен некий ориентир, требуется опора, нужно чужое мнение, какая-то хочется какой-то, вот эта неустойчивость, она даёт некую необходимость, чтобы оценил, чтобы кто-то другой оценил, да, правильно ли я делаю, хорошо ли я делаю, то есть вот это немножко неуверенность в своих каких-то качествах. они реализуют связи на уровне ума или на уровне чувств, да, то есть воздух и вода. Вода – чувство, воздух, естественно, интеллект, ум, поэтому, соответственно, и что приходит в мозг или на сердце, вот есть такое желание всё это максимально как-то вжить, пустить в жизнь. Здесь ещё какая штука бывает, когда вот это взаимодействие, когда неустой, когда есть, особенно относительно равное количество планет в воде и в воздухе, тогда есть вот это вот некий конфликт, да, некая соревновательность разума и чувств. То есть вода тащит в чувства, воздух тащит в какие-то мыслительные конструкции, скажем так, да, и, соответственно, с одной стороны здесь есть плюс, потому что есть умение и способность придавать глубину своим каким-то идеям, мыслям, находить скрытое, потому что вода, глубина, она чувствует и так далее, в подсознательную, уходить в какой-то... доверять своей интуиции, потому что тоже здесь достаточно всё такое зыбкое, да, в интуиции, такая незримая история, но работающая глубоко и чётко, и достаточно... ну, ярко проявляется, да, в данном случае. Поэтому вот люди, у кого качество неустойчивости проявлено, у них им хорошо именно быть там психологами, они хорошо считывают информацию, быть какими-нибудь там блогерами, журналистами, да, развивать какие-то темы, хорошо консультировать, да, как я сказала, они спокойно могут интересно всё это преподнести, то есть продавцы из них, какие-то хорошие будут, да, что-то такое, вот. У них богатое воображение, естественно, творческие способности, достаточно серьёзные бывают. Они не только понимают, да, умом, но и чувствуют, опять же. Ну и всё сюда включающаяся, и эмпатия, и есть некая такая, ну, ведомость, безусловно, да, мнительность, потому что есть ориентированность на внешние какие-то оценки других людей, да. Ну и, соответственно, здесь ещё какая история. Есть риск, допустим, допустим, в юности, да, попасть под влияние какой-то не очень хорошей компании, вляпаться в какую-то плохую историю, именно потому что вот повёлся и пошёл. Но такие люди в отрицательном, да, на нижних этажах проявлении, они могут, конечно, и приступить к закону, и если им там, грубо говоря, не повезло, да, с воспитанием, вот, они, конечно, могут оказаться на дне. С другой стороны, если наоборот, есть везение, да, в воспитании, связях, то они легко могут забраться вверх по карьерной лестнице и достигнуть каких-то высот. Ну и, естественно, да, больше подверженность каким-то вредным привычкам, может быть такая жалостливость иногда, особенно когда воды чуть больше, воды чуть больше, там, чем воздуха, то тогда как бы больше вот это вот сирым и убогим потребность вот это пойти пожалеть и отдать последнее, и вот туда вляпаться. Все это будет вот таким образом, может таким образом проявляться. Но при этом у них очень хорошая адаптивность, они очень хорошо подстраиваются, приспосабливаются, но могут и, да, и притворяться, и обманывать в том числе. Поэтому, конечно, вот такая история. И переходим мы... А, ну, если мы говорим о следующем... О следующей паре. Следующая пара, она последняя. При... Я не сказали, да, устойчивость, неустойчивость. И следующая история, это про рациональность и рациональность и эмоциональность, да? Если мы говорим про рацио, рациональность, это когда земли и воздуха больше, то есть в сочетании другое смотрим, когда земли и воздуха больше, чем огня и воды. Тогда качество рациональности человеку больше присуще. Если больше огня и воды в карте, то мы говорим о эмоциональном качестве. То есть эмоцию – это качество более эмоционально проявлено. Если говорить о, скажем так, о чём? Если мы говорим с точки зрения психологии, да, если о применимости вот этой пары, рации и эмоции, это когда рациональность против эмоциональности, да? Это вот два таких полюса. И здесь мы получаем, что у человека с рациональностью преобладает воздух и земля. То есть воздух и земля, они... их больше, чем, соответственно, воды и огня, да? И если мы говорим о воде плюс огонь, то это такая эмоциональная стихия. Ну, представьте, огонь соединили с водой такой пар, такой резкий всплеск эмоциональный. А воздух и земля, они такие более рациональные. То есть прямо вот даже по физическим качествам вот плеснуть воду в огонь, да, что мы получим? Получим такой пар. При этом, если воздух и земля, они такие вот достаточно, земля вообще инертная, а воздух, он, если помните, да, характеристики воздуха, то они к эмоциональности не особо расположены. Там голый такой разум, интеллект, мысль, далеко ушедшая от каких-то эмоциональных проявлений, скажем так. И вот можно сказать, что земля с водой, они такие привязчивые стихии, с одной стороны, да, то есть если вот взять чисто физически воду, в землю, смешать их, получится такая каша липкая. Она липнет ко всему, и она такая привязчивая стихия. А, например, вот если с точки зрения яйских, да, то есть мы берем огонь и воздух, то они наоборот отпускают. То есть воздух, он такой, он не задерживает. И огонь, собственно, тоже он не задерживает. У них нет вот этого такого проявления. Соответственно, здесь наоборот, здесь воздух и земля, как бы не готовы привязываться к чему-то. То есть воздух и земля, они как бы, ну, воздух может проникнуть в землю, да, если там есть какие-то ходы, но они как бы, то есть земля сама по себе без воды, она не будет такой липкой. Она как песок, да, который вот пропускается сквозь пальцы, ну, вот нет никакой прилипчивости соединительности, да, то есть и наоборот, когда для огня и воды, ну, как раз качество наоборот важны такие эмоции, такая театральность, такой, с одной стороны, огонь, он ярко проявляется, и, представляете, ярко проявленные эмоции, то есть ярко эмоции, вот они, это такая театральность, такая экспрессивность, вот это что-то такое вот ярко выраженное, огонь же вовне проявляется, соответственно, это вот надо всё продемонстрировать, бурю эмоций, чтобы все прочувствовали, поняли, как они были неправы в своих там, не знаю, оценках или ещё в чём-то. То есть вот это всё как бы наружу, при этом воздух и земля, они кажутся более холодными в этом плане, и жизнь, по крайней мере, она будет требовать от них учиться, таких людей, у кого рацию преобладает над эмоцией, их сама жизнь будет учить, именно давать им ситуацию для того, чтобы они учились быть такими более холодными, более рациональными, последовательными, да, и при этом, ну, внутри рациональности уже как бы само по себе заложено противоречие, да, потому что небо и земля, лёд и пламя, вот это вот какое-то вот что-то, что-то вот, вот эта буря эмоций, которые даже на слух звучат, как антагонисты. И с точки зрения как бы дружественных стихий, считается, есть мнение, да, считается, что качество Аристотеля, они между собой не дружат. То есть не может воздух дружить с землёй, как это из серии «Кто рождён ползать, тот летать не сумеет». И то же самое с водой и огнём, то есть вода, она достаточно быстро может затушить огонь, при этом, и если, например, огня больше, чем воды, то вода рано или поздно не нашла. Нет, всё в порядке. И вот как раз вот это внутреннее, внутренний этот дисбаланс, дискомфорт, да, он как бы так же как внешность, внешние условия не заставляют обучаться этим качествам, да, уметь их соединять, уметь их с ними как-то взаимодействовать. То есть, с одной стороны, они, конечно, не сочетаются, и не должны сочетаться, по идее, да, а здесь как бы рассматривается такой вариант, когда, ну вот, которые говорят о каком-то внутреннем дисбалансе, да, о какой-то диссонансе людей, да, об их, о том, что внутри есть вот эти противоположности, что мы всё равно в той или иной мере мы противоречивые, достаточно такие характеры имеем, да, то есть в большей или меньшей степени в зависимости от того, чего больше проявлено. Но быть и холод, и пламя, да, и проявляться, например, с одной стороны быть подвижным, с другой стороны, как земля быть, если, допустим, тоже рацию воздуха и земля, воздух, он подвижный, но при этом есть основа, если это эмоция, это огонь, проявленный, он проявленный с точки зрения эмоций, да, вот вычитать, и человек, вот как бы качества эти, когда мы их рассматриваем, мы видим вот эти внутренние, внутренний раздрай человека, да, что его тянет, с одной стороны, вот он больше проявляется эмоционально, вот эти вот качества слились, и они там выплеск имеют, например, если он, эмоциональности больше, как качество, то человек будет, возможно, эмоции проявлять свои, несмотря на то, что у него там воды много, но если и огня у него много, то вот эта бурность проявлений, то есть зачем мы это смотрим, для тем, чтобы понять вот этот вот внутренний, как это будет проявляться, к чему, к чему жизнь склоняет этих людей, как их, как их оценивают, да, здесь уже смотрим такие какие-то свои, какие-то реальные свои внутренние вот эти дисбалансы, качества, внутренние мотивы, да, что человек, куда человека тянет, поэтому здесь уже, вот, и если мы говорим про, про качество с точки зрения более, ну, как бы обобщающий, если мы говорим про качество и эмоциональные проявленности, то это такой образ актера, человек представляется таким, он такой, играет в эмоции, у него все на показ, он такой весь, если тоска, печаль, то, в общем, все об этом знают, если у него радость, то все об этом в курсе, то есть человек окружающим может казаться достаточно, иногда гипертрофированным, эмоциональным, хотя на самом деле, в общем, это может быть и не так, но вот именно восприятие окружающим, именно, что вот он прям весь такой на показ, у них достаточно сильные развитые инстинкты, возможные, такие вот, то есть человек вот прям настолько интуиция может быть развита, что они прям чуют, как, не знаю, как животные, когда вот беспокоятся, да, когда там, перед землетрясением, что вот до каких-то таких животных может быть чувствование какой-то беды, там, или, то есть это очень мощная интуиция, другими словами, да, они, которые они умеют пользоваться, умеют руководствоваться, то есть если мы говорим, это же эмоция, это огонь и вода, это такая бурлящая вода, кипящая вода, и таким людям важны вот эти эмоции, им важно, чтобы в жизни были вот эти реакции, порывы, они выбирают душой и сердцем, да, они не включают мозги, они вот спешат за каким-то позывом, за интуицией, за вот, вот сердцем я почувствовал и помчался, вот туда-куда-то, вот не очень понятно куда, ну, то есть он и жизни им подкидывает какие-то такие эмоции, для того, ну, ситуации для того, чтобы эти эмоции можно было проявить, поэтому там спектр эмоций можно прям знакомиться, обычно выражаются бесконтрольно, импульсивно, то есть вот настолько это вот на каком-то импульсе идет, естественно, тут же отсутствие, ну, как бы опоры нету, отсутствие какой-то логической составляющей, сложно очень с системностью мышления, такая какая-то предвзятость, возможно, субъективность, и они достаточно хорошо включаются в какую-то историю, в действие, когда окружающая действительность бросает им вызов, да, они могут быть достаточно просты в каких-то своих манерах, и могут быть вообще без манер, и они достаточно оптимистичны, то есть они все время горят, они бурлят, они кипят, и кажется, что вот за поворотом будет что-то новое, это все-таки агонь, он импульс, он дает что-то, ну, и, соответственно, если брать с точки зрения там проявления, да, это хорошо для артистов, естественно, потому что выйти на сцену и проиграть, проявить разные эмоции, ну, как бы актерство этим и ценится, собственно говоря, для творчества, для создания образов, да, для вот какой-то развлекательной индустрии, это очень, очень хорошая история, когда у человека развита именно эмоциональная составляющая, ну, и, соответственно, они, то есть они эмпатичны, могут быть, то есть они заботятся, могут в медсестры, в сиделки, в психологи, при этом, если мы говорим про рациональность, да, обобщая, то образ, то есть что мы видим, когда у человека рацию, оно, как качество, преобладает над эмоциональностью, да, что мы видим, мы видим образ такой рациональный, правильный человек, такой логичный, последовательный, он такой разумный, он руководствуется логикой и разумом, он оценивает всё через интеллект, он всё просчитывает, рассчитывает, он думает, предусматривает, строит планы, скорректируется, сверяется, задумка, как, чтобы было всё полезно, чтобы всё было надолго, прочно и основательно, и для этого есть идеи, да, и есть возможность через землю всё это осуществить, при этом эмоциональный план таким людям, он даже мешает, то есть здесь такая такая сухая логика, предусмотрительность, нет такой, такая бесстрастность, нет вот этих страстей, нет вот этой эмоции, бури, вот этого какого-то проявленного фейерверка, да, здесь всё сухо, логично, они умеют при этом достаточно хорошо манипулировать, потому что это воздух, он умеет сглазить углы, умеет обойти, умеет убедить, именно, именно включая логику, не сердце, да, не, какие-то там эмоции, а именно логику, через логику заговорить, выстроить какой-то там достаточно убедительный с логической точки зрения там довод, и проманипулировать через эту историю достаточно могут. И здесь, конечно, вот это, люди с такими качествами, с проявленными, да, рациональностью, они, конечно, хороши для, ну там, для руководителей, для тех, кто работает с цифрами, с какими-то системами, там, не знаю, архитекторы, инженеры, какие-то, вот там, где нужна вот эта последовательность, чёткость комбинаций, интеллект, и для этого есть площадка и возможность всё это реализовать. Собственно, через вот, это была последняя пара, да, эмоцию, рацию, это те качества, через вот эти качества, сочетания вот этих вот качеств, качества Аристотеля, да, различные их сочетания, о которых мы поговорили, это инь-янь, это рацию, эмоцию, и это устойчивость и неустойчивость. Через них мы можем составить первое какое-то впечатление о человеке, да, как-то о нём что-то рассказать. И, соответственно, первый срез, первое приближение, да, в плюс к изучению, там, зонг, плюс к изучению квадрантов и так далее. То есть, это один из, один из возможностей посмотреть какие-то качества, да, это один из вариантов рассмотреть интегральные показатели человека в карте, в космограмме, даже если вы не знаете времени, да, то можно как-то с этим, с этим разобраться. В качестве подарка, да, завершения, у меня для вас будет по материалам сегодняшнего эфира будет чек-лист с объяснением, со схемами для того, чтобы наглядно было ещё раз там прослушать, что-то непонятно. Задавайте вопросы, пишите в личку. Соответственно, волшебное слово, да, которое мы пишем в директ с тем, кто дослушал, дожил до конца, молодцы, что-то меня, да, увлеклась я сегодня. Значит, волшебное слово рацио пишите в директ, надеюсь, вам было полезно. При этом, да, помним, что это только первое приближение, сразу не пугаемся, мы просто делаем какое-то первое, составляем некое первое мнение о человеке через вот эти качества Аристотеля. Если остались какие-то вопросы, приходите в личку, пишите, здесь под постом задавайте, буду рада ответить, если что-то непонятно. Чек-лист, волшебное слово, рацию, да, все еще раз повторили, запомнили. Пишите. Всем хорошего дня, хорошего настроения, думаю, возможно, еще увидимся. На этом мы с вами прощаемся. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова